Все поплавило, все поплыло. Тут все открытый огонь был у людей, здесь прогорела точная стена. Где-то там дырка, у них все в копоте, сажи. То есть там ремонт однозначно. Пожар вспыхнул в воскресенье вечером, 13 октября. Загорелся электрощиток на первом этаже. Вся проводка до самого верха дома выгорела. К счастью, пожарные не дали огню зайти в квартиры. Здесь стояли две двери деревянные. В связи с тем, что никого в квартире не было, пожарные сломали дверь. Дверь вовремя сломали, потому что уже косяк начал дымиться. Поэтому сегодня ставим дверь, потому что дверь вообще не закрывалась. Вот все. От соседей с позиции договорились электроэнергию переноской по улице протянули. Дверь поставим, пока все. По-другому пользоваться электроприборами в подъезде просто невозможно. Третий день жильцы сидят без света. И сколько продлится это сложное положение, неясно. Восстановить просто вот этот счетчик общедомовые, то есть даже в квартиру не будут заводить свет, стоит 190 тысяч для нас. 9 тысяч в каждой квартире. Администрация посчитала, что это немного, и выхода у нас нет. То есть нам не предложили альтернатив. То есть говорят, ну вот, вам же нужен свет, сказали нам так. Выложить кругленькую сумму жители четвертого подъезда не готовы. Они уверены, что пожаром можно было избежать. В 2013 году электропроводку во всем доме признали аварийной. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула должен был ее заменить. Но ремонт все время откладывали. Например, в этом году сроком ремонта назвали 2021. По словам жителей подъезда, горелая проводка начала пахнуть еще месяц назад. Они звонили в управляющую компанию, но их там не услышали. Пожар является непредвиденным обстоятельством, и поэтому прокладку нового кабеля текущих средств УК не хватит. Но искать и виновников данной ситуации будет слишком долго. Сейчас, прежде всего, людям необходимо провести общее собрание, где утвердить точную смету работ на восстановление электросетей. И обязательно, чтобы оплата данных работ была прочей строкой в квитанции, чтобы зафиксировать общую сумму. Потом же, для поиска виновного лица, необходимо предъявить данную сумму либо управляющей компанией, или же КЖКХ города Барнаула. Сейчас в управляющей компании планируют провести собрание жильцов. Представитель УК «Наш город» по телефону сообщил, что проводку намерены менять на средства собственников квартир, но надеются на помощь Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города. В мэрии о планах помогать пока не говорят. Мы ждем официальный комментарий. Тем временем прокуратура назначила проверку. Наряды Миллер, Николай Шилко. День с толком.